Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах прошел отчетный концерт по актерскому мастерству. На съемках присутствовали резидент комеди-клаба Олег Верещакин, Камила Коробейникова приехала в гости. В результате экзамена режиссер Дмитрий Астрахан отобрал на пробы 10 следующих участников. Это Женя Кузин, Саша Артемова, Глеб Жемчугов, Илья Ябаров, Тимур Гарафуддинов, Денис Козлович, Саша Харитонова, Лена Босс и сейшельские участники Кристина Лисковец и Дима Дмитренко. И после кинопроб кто-то один из них получит роль в кино. Девушка по имени Элина, которая пыталась разрушить семью Жемчуговых, ушла на днях перед женским голосованием. Никто не расстроился, только Ебаров ходит печальный, потому что Элина ему приглянулась. Саша Гозиас рассталась с Костей Ивановым во время романтика в Ботаническом саду. Костя написал в соцсетях «В этих отношениях я стал терять сам себя. Удачи, Александра». Тимур Гарафуддинов продолжает ухаживать за Викой Романец. Она не отказывается от его внимания, особенно после того, как ее отшил Алексей Секирин. Тимур пишет «Мы с Викой поставили номер, где мы целовались, обнимались и лежали в ванной с пеной. Я считаю, что девушка, которой не нравится парень, не будет делать этюд с поцелуями. В общем, буду добиваться». Вика Романец вернула обручальное кольцо Андрею Черкасову. Вика написала «Я расставила все точки над «и», отдала кольцо Андрею Черкасову. Абсолютно все равно, что он будет делать с ним. Наши отношения закончились полгода назад. И не дай бог кто-нибудь еще заикнется, а может быть, нет, не может». У Саши Харитонова и новенького Влада все прекрасно в отношениях, но они не хотят торопить события и объявлять себя парой. Влад пишет «Мы не торопимся, всему свое время». У Семена Фролова с Татой Абрамсон тоже складываются отношения. «Милая Тата познакомилась с моим электроаккордеоном», пишет Семен. Татьяна Владимировна Африкантова уже больше недели не может вернуться на любимый проект. Мы уже рассказывали, что лицо ей испортила домовский косметолог Оксана. Она не знала, что некоторые косметические процедуры для лица категорически нельзя было применять после тех уколов красоты, которые Татьяна Владимировна делала в Дубае. Африкантова-старшая советует читателям быть осторожными и не пользоваться услугами специалистов-самоучек, а обращаться в специализированные клиники. Ну а пока женщина сидит дома, она общается со зрителями в соцсетях. Она рассказала, например, как хорошо живет жена Андрея Чуева Таня Киосе в Дубае. Ее богатый сожитель выдает по 20 тысяч долларов в год на содержание дочери. И это не считая карточки с немалой суммой денег. В распоряжении Тани есть прислуга, уборщица и няня для детей. Также у нее два новых автомобиля категории люкс Porsche и внедорожник Ford. И еще о бывших участниках проекта. Зрители сравнили фотографии Кристины Дерябиной во времена ее появления на проекте и последние снимки девушки. Все сошлись во мнении, что Кристина с изменениями в своей внешности переборщила. Ей нужно было остановиться где-то на середине пути. Настя Алисова вновь сменила образ. Подписчики в комментариях удивлены такой частой сменой имиджа. Теперь ей осталось только Налысо, пишут они. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!